Можно вопрос? Да, да. Меня Руслан зовут. Я пытался обобщить, я ученый, представитель гуманитарных наук. Вопрос короткий, да, нет. Получается, что я еще токийский процесс хотел бы напомнить, где биологические войны проходили в Китае в свое время, 30-е и 40-е годы. Значит, у нас происходит фактически поглощение крупным мировым финансовым капиталом мелкого, среднего, доведения людей до отчаяния и стравливания на этой базе, использования этой массы, в том числе безработных, то есть если там старо-научно, ну это понятно, да, об этом уже говорили, использована как пушечный масс, пушечного мяса для того, чтобы стравить, довести до анархии, прикрыть свои прошлые преступления, ну нынешние, да, и будущие. Вопрос в том, сейчас я задаю, Владимир Владимирович, это не выступление. Чтобы не было у нас выступления. Это не выступление, Владимир Владимирович, я сейчас заканчиваю, да, спасибо. Так вот, и еще превращение людей в товар непосредственным образом, то, о чем вы говорите, биологическим, с разных, вот, вот, я к тому, что вы, ну, как сказать, вот, вы об этом, до людей это мы пытаемся донести, потому что нам надо выстроить, ну, людей разбудить надо ближайшие несколько недель, чтобы эти люди на работе, как бы, против этого выступали. Ко мне, я, представитель, тоже профсоюзы обращаются, люди, они не хотят вакцинироваться. Вот, соответственно, мы, во-первых, об этом говорим, и меня интересуют, ну, вы, законы, это, Владимир Владимирович уже год говорил об этом, правильно говорить, эти все факты есть. Сейчас вопрос конкретнее, как вот раскачать ситуацию людей на работе, которые не хотят вакцинироваться. Таксисты это, там, водители, электронщики, продавцы это, за последнюю неделю информация. РЖД уже сменили. И так далее, все, спасибо. То есть, это и не не вакцинирование. У меня ответ один, не хотят, просто, вакцинироваться. Они в своем праве. Они в своем праве. Существует определенная последовательность действий. В первую очередь, они должны внутренне созреть и не бояться. Вы понимаете, все дело в этом чертовом страхе. А завтра, если она или он поставит эту прививку, у них будет ни работы, ни детей, ничего не нужно будет уже потом. То есть, сейчас нужно полностью поменять приоритеты. Первое, просто всем говорит, пишите отказ. Один поле не боится. Если это будет один человек на предприятии, он, естественно, там затопчет его. А если они будут, они все шушукают, они никто не хотят. У меня там личка ломится от людей, которые спрашивают, а что нам делать. Пусть они первое объединяются, пишут вместе отказы, пишут коллективные письма. Сейчас все, пришло то время, когда все, за нами уже колючая проволока, больше ничего уже не будет. И еще подчеркну, еще раз, вы отказываетесь не от вакцины. Да, это самое главное. Мы, нас сейчас попытаются выставить антиваксерами, ковид-диссидентами, кем угодно. Мы подходим к вопросу с научной точки зрения. Мы не нашли никаких научных обоснований. Мы не нашли доказательств выделения существования вируса во всех научных работах, которые доступны на сегодняшний день в мире. Мы не нашли подтверждения, доказательства тому, что это вакцина, а не какой-то экспериментальный препарат. Мы не нашли доказательств тому, что этот препарат безопасен. Мы не нашли достаточных испытаний, задокументированных, открытых и так далее. То есть вы отказываетесь на самом деле не от вакцинации, это очень важно, это ключевой. Вы отказываетесь от участия в непонятном, небезопасном эксперименте.